Который нас завели на декабрь. По поводу сути Конституционного суда, это вообще беспрецедентный случай, я думаю, не только в Украине, а в мире. Когда Конституционный суд уничтожается, уничтожается государство и государственность. И этого нельзя допустить. Конституционный суд уничтожается. Конституционный суд уничтожается. Я вам скажу стыдно. Более того, я хочу извиниться, прежде всего, перед ветеранами, перед украинским народом. За то, что произошло в Украине. За то, что у меня не хватило сил удержать стабильность и допустить тот беспредел, который сейчас творится в стране. Пожалуйста. 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 Прежде всего, я хочу сказать, что я никуда не бежал. Я из Киева переехал в город Харьков. Во время моего переезда, когда я еще был в Киеве, меня обстреляли из автоматического оружия. Машина, которая меня покрывала, была фактически со всех сторон обстрелена. Я уезжал не один и никуда не бежал. Мы ехали, чтобы встретиться в Харькове с активом и активом партии регионов, и активом общественных организаций на тот форум, который в Харькове должен был проводиться. Мы действительно туда приехали поздно ночью, потому что вынуждены были это сделать. Когда мы приехали в Харьков, с самого утра 22-го числа Служба безопасности начала получать информацию о том, что в Харьков прибывают радикально настроенные группы. Здесь не страх был. Страха не было никакого. Это были условия безопасности, которые нужно было предусматривать и их нужно было сохранить. И руководить безопасностью – это не моя работа. Я принял решение. Со мной был председателем Верховной Рады Украины, Рыбак, и был глава администрации Клюи. Я их попросил, чтобы они летели в Донецк. У нас был самолет. И в Донецке собрали актив и провели с активом определенную работу, рассказав все, что происходило с нами, все, что происходит сейчас в Киеве. А сам приняло решение поехать в Луганск. Мы вылетели двумя вертолетами. Служба аэрород, а затем и военные диспетчеры предупредили нас, если мы не свернем с этого направления, а это направление их якобы предупредили, что мы собираемся перелетать в Россию. Предупредили, что поднимут вертолетки, поднимут истребители. И летчики на вертолетах приняли решение, незаконно послушные люди, их предупредили, развернуть и посадить их в Донецк. Вот это ситуация, с которой началось мое движение фактически по Украине. Я передвигался на автомобильных дорогах и в итоге мы переехали в Крым. Крым поздно вечера. Намерения, те, которые у меня были, опять были разрушены через новые угрозы. Я получил звонки от членов своей семьи о том, что даже младшего внука занесли в список людей, которых нужно люстрировать. Старший сын поехал за ним в детский сад, забрал его, мне перезвонил и сказал, я в таких условиях не могу рисковать семьей. Такая была ситуация, реальна. Садик, 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 Садик. Садик, 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 С И я приеду к нему для того, чтобы найти у него хотя бы временное убедущее. На это время. Что касается Крыма. Я считаю, что все, что происходит сейчас в Крыму, абсолютно естественные реакции на тот бандитский переворот, который произошел в Киеве. Та узурпация власти, которая, я бы сказал, была сделана кучкой радикалов в сравнении с 45 миллионным населением жителей Украины. И крымчане, естественно, не хотят подчиняться и не будут подчиняться националистам и бюнгарцам. Абсолютно понятно желание простых людей, крымчан, самоорганизаций, созданию отрядов самозащиты, которые сейчас создаются в Крыму. Они, конечно, хотят защитить свои дома и свои семьи. Это тоже естественное желание людей. Но я думаю, что крымчане меня слышат. Я тоже обращаюсь к крымчане с просьбой не допустить кровопролития и мертвосовестия. И как действующий президент Украины хочу заявить, что Крым должен оставаться в составе украинского государства, сохраняя широкую ее автономию. Спасибо. Первое, я считаю, что любые военные действия в такой ситуации недопустимы, любые, и я не собираюсь обращаться за военные подвижения. Я считаю, что Украина должна оставаться единой и неделимой. Что касается моего возвращения, я берусь в Украину, как только будут соблюдены условия моей безопасности и безопасности моей семьи. Продолжение следует... Украина, которые нужны, не знают, которые нужны... Украина. Я считаю, что многие семьи, которые нужны, которые нужны в Украине, они и не знают. Давайте, давайте по порядку, пожалуйста, повторите, первый вопрос какой-то. Первый два. Как вы все-таки попали на территорию Российской Федерации? Раз. Встречались ли вы с Кудином? Два. Все, спасибо. Садись. Садись.